приветствую всех любителей пингвинов и не только это с 1 утек облаузировал и мы продолжаем что же господа дамы нам нужно отправляться на поиск на поиск на поиск он вот сюда сюда это куда это сюда если так то станция дельта была нашим штабом вот мы уходили спешки нам нужно найти дельту чтобы там найти какую-то информацию по поводу нашей сестры сын но господа прежде что я хочу вам показать вот это слушайте сюда и сюда что правильно это русская озвучка оказывается ребята из геймбойс перевели с обнафтику и дополнение к ней а господа из комментариев мне сказали что луны слушай тут есть озвучка русская ставь это вообще божественное большое спасибо комментатору который написал мне про озвучку я сразу накатил и с озвучкой играть гораздо приятнее тем более это геймбойс насколько знаю они подходят где бы профессионально и озвучка будет очень неплохая по крайней мере голоса не вызывают какого-то отторжения нам нужно собрать еду нам нужно собрать в аду и выдвигаться я думаю да в аду еду взять у нас принципе есть вот этот вот которая сейчас правда захомячились надо собрать немножко воды надо привыкнуть к управлению потому что я часто не те кнопки покажу и возьмем один этот батончик и немножко воды если что мы там кого-нибудь пах поохотим и воду с них наберем вопрос где находится эта хрень вопрос хороший комментарий к ней никто не написал где она находится хотя бы примерно так что придется как говорится погода отвратная надо погода какой-то ясный дождаться на ясная погода в этих краях это похоже что-то за гранью реальности мне кажется надо все это дело скинуть мне лишний груз вообще не нужно яйцо тоже сброшу я не знаю пока для чего но вроде погода норм да ну вот всплываешь и что-то вообще ни разу не норм ну да это не очень хорошая погода туман потому что при хорошей погоде я вижу вон там вот скалду он я сейчас вижу как бы антенну надо давать именно направо куда-нибудь пойдем я думаю а где у меня этот моя ускорялка у меня здесь карта эта карта подводная а это база я так понимаю она у них где-то на льдинах находится пока я ничего не вижу ладно плывем артой думаю можно пока вырубить если что батареи я запасные сделал это что-то новенькое или этот это морской глайдер ну давай мы с него там что-то лутаем когда изучаем вроде да путаем металл титан что это такое не помню как вы слышите так кто-то кричит под водой я слышу не знаю пока это что такое неизвестный сигнал ребята мы на мы наверно в направлении или это просто из-под воды кто-то там на меня похоже на сигнал бедствия передача неизвестного происхождения расчетная глубина источника передачи около 200 200 метров не для нас табака очень глубоко мне кажется 200 метров мне надо будет уже погружаться на 200 метров когда мне будет батискап потому что вроде в первой части если ты на глубину погружаешься на сильную у тебя к стару расходуется гораздо быстрее если они че не путаю или ты я себе придумал что тоже может быть такая не могу цепляться на тут данный день я не залезу я все пытаюсь вы смотрите эту хреновину я не знаю я на верном пути или не на верном пути надо фонарь включить ну тут какой-то сигнал можете на верном пути хотя сигнал откуда из-под воды опять долбаные пришельцы недавно далеко уже был акта ну вот я погода прояснилась мы сейчас что-то увижу а мне вижу молнии только это меня не радует вообще никаких никаких не шпилей я нихрена не вижу вообще нихрена я похоже опять не туда но я вышел на берег ребята если погода не портилась я мог туда глядеться но тут ничего нет хотя вон там что-то вижу вот там что-то вижу вон вон вижу какие-то строения вроде ё-моё или это деревья откуда тут деревья вот что то есть или это скалы или хрен пойми что так тут есть дома как падение это помню а там что-то цветится может я на верном пути могу взять снег нет снег мне нужно так ныряем равный чтоб меня тут никто не сожрал тут вдалеке может да это какой-то сигнал ребята то есть мы явно куда-то придем сейчас не знаю туда куда нам надо или нет карты тут немножко сбоит она только под воду но это какой-то маячок элитара про это и говорила да нет это какая-то хрень инопланетная похоже я таких первой части видел это что-то типа провода вроде куда-то под воду уходящего посканировать это не могу не фонарь где-то был еще не выложил я у него вышел ставим фонарь надея посмотрю ну понятно эта хрень уходит на глубину прямо на глубину на глубину когда мы пока туда не идем пойдем по по проводу пойдем может выйдем к этой может выйдем к этой дельте лаборатории или как он там называется а может и не увидим потому что в темноте не видно них хрена но куда-то этот провод должен привести он конечно может уйти опять под воду такое тоже вполне возможно и он уходит опять под воду а там какие-то медузы уже плавают которые могут меня сожрать не в темноте вообще ни черта не вижу но тоже странно дали бы хотя бы какую-то наводку ну эти медуза не только под водой что ли плавают они это не новый так я у нас сияние и это дает мне дополнительное освещение но я до сих пор да подожди ты с переохлаждением может это там где-то ладно погнали выбора нет я куда-то пришел тут какие-то пусты растут может она тут это дельта упак варц или до лук интересно его нету похоже нельзя есть но куда-то я пришел уже были нельзя так я что-то вижу там а вот этот шпиль я похоже увижу это он надеюсь это он ресурсом ты пара чем не надо ковырять да ща 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 погоди не приохлаждайся блин сейчас бы мне бы утречка сюда подогнать было бы хорошо да вон там шпиль какой-то торчит надо поплыли туда то еще замерзнем на главное медузы чтобы они подъедут полно этих медуз вот об этом она говорила видно издалека вы серьезно ее не видно ни хрена ни издалека не изблизи данном похоже на месте как медузки не трогайте меня я надеюсь что мы на месте ну или мы что-то просто нашли так открываем аптека кпк альтеры так у меня к тебе немного странный вопрос у тебя не было необычных помех когда ты занималась роботами помеха тут это порван стоящий у меня над душой ворчащий что я неправильно собираю схемы потому что его папаша делает все по-другому нет вроде электрических помех в аудио или видео какое-нибудь мерцание или щелканье не припомню такого а что значит до залива не распространяется что не распространяется во время перевозки вещей мы с фредом поймали что-то похожее на сигнал сос на дельте как старомодно и от кого-то сигнал я думаю архитекторы пытаются с нами общаться ты всегда так думаешь слушай у меня такая работа и мне надо так думать только руководство это не волнует обещаю тебе эмануэль это не узнает спасибо ты настоящий друг так архитекторы ты есть эти пришельцы это так если кто вдруг не знает и я выпил или я выбросил я выбросил надо воды попить так вот на дельте она сказала сигнал стол с нами у него проплывали привет медузка я могу тебя просканировать глаза медуза так только не трогай меня агрессивная медленно дрейфуют так мы согрелись почти согрелись тут два варианта или мы дельту проплыли и это не дельта значит дельта где-то там в районе где был этот чертеж новый светильник значит дельта где-то в районе где мы поймали про для себя помнил где мы его поймали долбало мерзнуть отогрели же хорош дрожать батарея вода это хорошо а все правильно док станции дельта отлично я добрался ура не ну вот вы скажите вот это видно издалека он где моя капсула вон там она 800 метров почти километр до моей капсулы как я мог оттуда это увидеть это просто кошмар какой-то еще это перехлаждение меня душит постоянно нужно вот это вот не горячий источник случайно тут только чтобы вот это вот потом посмотрим чтобы вызвать ожоги первой степени однако стандартного костюма достаточно так есть я могу там отогреваться до как медуза отвали от меня что у нас тут так это ведь и кпк радио маяк причал станции дельта вот теперь у меня теперь он у меня зафиксирован как во время ребята и погода великолепная на небе не облачко но не проведет отчет я его не вижу маяка то как бы должен быть зафиксирован или мне надо активировать где этот гейзер хорошо так ладно с погодой погорячился конечно сразу ухудшилась как я только сказал смотрим еще что тут можно если что я могу а я маячок сбросил данный мудак я маячок сбросил тут он по идее должен быть причал станции дельта а вот все теперь теперь он есть да вот я отвернулся теперь они все великолепно сюда я могу еще вернуться без напряга по прямой прям они повели причал станции дельта это не то а это не станция дельта это док станции дельта на станцию мы так и не пришли но благодаря этому дуку мы узнали где причал мою мать запутанно все просто жесть надо погреться еще маленько вот этой хрене и сейчас тогда по при попьем к станции дельта главное чтобы не инвентаря хватило на весь шмот чтоб инвентаря хватило потому что у меня очень маленькая вместимость но там я планирую найти какие-либо чертежи а там наверху что-то еще видите что там есть надо туда еще сбегать и надо пройтись по фонарям фонарям фонари не просто так то стоят а так может я смогу по фонарям дойти до дельты пути внутрь какие-нибудь ящики дошли ведь там вроде до хрена фонарей короче пока тут тусуемся вот что я могу сказать тоже куда-то проход хотя бы воду лутаем надо попить лутаем воду открываем потихоньку рецепт как там внизу вроде ничего нет пока этот на верхотуре можно прочекать низ а внизу я ничего не наблюдаю не знаю зачем этот карт выбираю опай гидравлическая жидкость убрать проверьте уровень жидкости а мне надо мозг поставить что-то перехолождение меня душит вы серьезно теряем не выбранит так туда не попаду мне нужна гидравлическая жидкость для моста у меня ее нет будем греться сейчас стоять у меня гидравлической жидкости ага я могу сделать из гелеобразный мешочек 4 штуки и грозди семян водоросли у меня это есть а вот гелеобразный мешочек но это я думаю мы найдем чтобы попасть то есть на ту сторону мне нужна гидравлическая жидкость который у меня пока что нет мне бы сюда еще маячок кинуть ну где это хектат ее мое погнали тогда в эту сторону надеюсь по пути будут эти гейзеры идем по фонарям фонари закончились до внезапно то есть они вот панели маяки мы обнаруживаем не прям впритык да а когда входим радиус их действия что лет малый все конечно хорошо если ты не замерзал с такой скоростью а вот тут у нас пещерах тепло деревья эмулирует кровоток тепло что ли дают температура тела до еще и паха в этих можно собираем тогда пойдем площадку робототехники сходим куча лута куча ящиков разбросанных а вон и вход до похоже он и потом не заблудиться и назад вернуться вот это было опасно так это что у нас этот маяк фрагмент пингвина пингвин да это следователям новые широкие возможности для получения доступа к естественным гнездам на поверхностях а для чего не нужны камера они работу какую-то за меня будут делать что ли надо почитать будет поподробнее просто не хочу задерживаться это могу и подмерзнуть я иду иду надеюсь метода запустят в этот центр там не закрыто а то я сейчас приду в дверь постучусь и придется обратно идти это будет печально здесь только посадочные тогда больше ничего нет ладно идем а вот он маяк не пусть радиомаяк стоит радиомаяк трогать не будем это метки на карте они нужны разгляну одним глазком что тут тут ничего понял а тут что вот это спуск ой-ой-ой ай я думаю я достаточно что низко нахожусь нет так ладно здесь пока ничего так я думаю не будем надо вернуться в этот вообще нам дельту надо честно говоря это я куда тоже меня понесло я забрел дальше чем хотел робототехника мне нравится тем что это могу какие-нибудь интересные рецепты одну так я надеюсь центр робототехники здесь работала сам акадель то тогда зачем нам там какую-то инфу мы просто можем залутать а сэм работала касса здесь да тут красиво в ледяных пещерах у них центр был фрагмент тех станции полярный лис и новый чертеж их станция это размещаемая площадка оборудованная двумя подвижными манипуляторами для быстрой сборки и ремонта полярного лиса перезарядка за счет магнитно-тепловой конверсии энергии основной для сухопутных операций при условии среди низкой а это типа на воздушной подушке какой-то мотоцикл или что это такой полярный лис а это интересно я только хотел сказать тут бегать задолбаешься ногами и вот между какого-то полярного лиса вот тут он обслуживается да надо будет у себя потом построить надеюсь это непонятно не полярный лис на таком я далеко не уедут батарея лутаем центр обработки и интересно тут по русски написаны и буква п русская почему потому что так было или потому что это локализация просто хороший вопрос а то мы можем залезть на и пока на нижнем уровне побегаю температура нас тут не душит это уже хорошо и все до поле полазил на нижнем уровне один когда со стороны заглянем вопрос почему все пришло в такую разруху и почему они отсюда все свалили так тогда наверх несколько лентарь забьется водой на кучу барахла и это ой 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 а вот этого ребята это постройки этих архитекторов я помню в первой части не также возможно это портал но это пока не точно нужно вернуться будет домой и скинуть туда лес и которыми я забил все карманы надо будет как-то отодвинуть пока не знаю как так тут я был но хотя бы знаю куда идти метки маяки есть а по фрагмент большой комнаты ребята основа базы объехала большая комната нам бы еще поменьше комнатки большая переборка большая комната тут не только комнаты тут и все что в нее входит до открывается я понял так ладно заладим сверху скан я чувствую следующей серии будем заниматься постройкой базы раз мы тут столько всего на лутали чертежей особенно бесполезные стеклянный контейнер а так зачем мне нужно если бесполезный я лутаю только то что полезное каких стеклянные контейнеры зарядное устройство энергии чек знакомая вещь кстати табличка администрация забираем плакат конечно же не то первой сей что-нибудь нет она я туда могу налить что-нибудь дам поэтому термос не нужен кпк пингвин обучается мы записываем звук ничего конечно нет я глянула присланные фото на что тут смотреть на волдыри от хара на левиафане беспокоиться тут не о чем он надежно сдержан образцы льда говорят о том что он был заморожен со времен эпидемии этот штамп сделал планету непригодной для жизни если он мутирует и ты считаешь это опасным очень тогда не беспокойся я подниму этот вопрос за тебя сможешь вернуться к своей работе у меня просто сроки поджимают по полярным лесам и шахтерским ботом но все же хочу чтобы ты сосредоточилась на пингве крылых а хорошо теперь я спокойно думала придется поспорить наша безопасность превыше всего окно понятно да сэм немножко запаниковала когда увидела эту болезнь на левиафане да этот вирус и хотела поднять этот на заседание на очередном вроде все отсканили идем дальше кухня берем рецептах может конечно нам лутали просто до хрена привет народ рада что вы здесь а где же мне быть я бы не пропустил разоблачение фреда как пришельца обойдешься но ты не говорил что ты не был пришельцем нет давай не будем спорить прошу думаю партия уладит этот спор так вот хотела спросить вас пока игра не началась и не вернулась за это это про пещеру замерзшим левиафаном я изучала и ты изучала когда почему я не видел не знаю может и спал или был занят малеванием своих шедевров эти рисунки искусство короче я заглянула внутрь и думаю у нас есть причины волноваться совсем недавно это планета была непригодной для жизни если мы продумаем план то мы сможем убедить корпорацию прекратить эксперименты с мутацией хара мне неудобно об этом говорить саманта у тебя паранойя народ послушайте сэм она заботится о нашей безопасности остальные нет зато мы играть то будем понятно понятно никто не воспринимал эту хрень всерьез ну окей посмотрим к чему это привело пока ничего хорошего не вижу заброшенные комплексы это все что нам пока попалось и напрашиваются некоторые вопросики тут больше ничего нет надо спуститься на первый этаж сэм нравилось здесь работать так она мне говорила как изготовитель это нужная вещь для базы это вроде меня чертеж изготовителя был или нет а к еще один фрагмент полярного леса это хорошо то есть мы сможем у скрафтить да 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 смотрите что это полярный лис одноместный гравит цикл предназначен для быстрого перемещения по всевозможным видам местности несмотря на слабую защиту пилота полярный лис за счет маневренности с легкостью избегает большинства угроз особенно после установки прыжкового модуля только не пытайтесь летать на нем над водой высокоскоростной гравицикл встроенная фара на нем вы будете выглядеть круто полярный лис прочий наземный транспорт это кролик в свете его фар есть только по суше да на нем значит нам надо строить базу с выходом на сушу или где-то рядом недалеко привет привет какими судьбами просто мимо проходил лилиан нужна была помощь с погружением там в мостах знаешь мне кажется она права там есть что-то странное ты про тот звук сигнал сос я слышал его своими ушами и думаешь она не ошиблась что здесь есть разумная жизнь не знаю я оставлю это вам ученым данному ученому уютнее со своими роботами была бы здесь сестра она бы в это по уши влезла погоди то есть не ты в семье самая мозговитая моей семье все такие вот например hydra ну вообще вообще интересная аналогия бывает трудно друг с другом сладить но скучно не было ясно понятно по поводу рецепта у меня открылся этот лис или я взял такой часть пульт управления с пингвином не там еще две части полярного леса найти я понял надеюсь мы надеем их здесь лазерный резак это тоже фрагмент один из трех пингвин инвентарь полон так но плакат пингвина я не могу здесь оставить поэтому надо что-то выбросить я наверно воды попьем надо знаете что вы кидать вот это вот дело вот это вот это выкидывать это мне не нужно я это все могу на дне налутать без парень без это без проблем таблетка была блин дезинфицирующей таблеткой может создавать питьевую воду полезно для исследования заснеженной поверхности отлично отлично я пить барахла лутал таблетка мне была нужна опа карта ледникового бассейна вот мост да или да не тот мост а вот хрен его знает где тут где тут что мост ну тут должен быть океан тогда где причал док вот тут пингвин вроде тут разработка или что это ладно в любом случае то беру они я надо сосканить и не взять ранее открытые места и 7 доступны через пингвина не совсем понимаю именно эта табличка за это лэндон это тот самый из это который да там нам говорила типа не парься туда-сюда должно быть это комната по комната сынах тут что-то не так да тут титан крутится а что тут не так это мы забираем это я подобрать не могу не могу кпк это тоже не могу подобрать щека пока потом возьмем все завалено ладно берем кпк а я могу слышать это вот так отлично но я уже как неделю отдала запись из эти но новостей нет уже больше недели она обещала тебе отчет нет но не ожидала хоть какой-нибудь реакции может стоит поговорить со мной или как-никак это хаара если она выберется то будет куча проблем с чего вдруг она выберется у нас есть специальный изолятор мы нейтрализуем ее в случае опасности сэм я обожаю тебя но ты не знаешь о чем говоришь обожаешь стоп ты разбираешься в патогенах это моя область исследований отвечай нормально я тебе кое-что скажу но ты прекрати этот крестовый поход пока ты себе карьеру не загубила мы исследуем бактерию что это за исследование давай не будем на эту тему мы знаем про возможные риски но потенциал их сильно затмевает это все что я могу сказать я пойду не хочу говорить ну на самом деле классическая завязка мы исследуем это потенциал большой риски не такие большие как потенциал и потом все умрут посмотрим что тут это было это была птичка а в комнате то есть там еще нет рассказал тут что-то не так я вроде ничего не увидел такого подозрительного ничего сделать нельзя больше ладно пойдем к доктору динамик музыкального автомата серьезно диск прикольно большая бутылка воды так я могу вот это вот есть а там у меня испортится надо не обожраться тут же можно объесться вроде лакаты все забираем кровать дед и что метод сканирования кроватей еще одинаковые разве нет нет чертежами накрывать за это она она побольше роскошней что это такой фрагмент утепленного костюма сюда чтобы не мерзнуть но это один фрагмент они все я могу его делать непреизнадемных защиты от холодного климата утепленные является идеальным снаряжением откладка для естественного снижения теплопередачи трехслойные уплотнения расчетные показатели до 130 38 кельвина понятно давление регулирует все ясно так чай в команде практика осознанности как лидера ваша команда эта губка которая впитывает вашу энергию когда вы входите помещение думаете о себе как о чайнике лидер у тебя есть сила напитать свою команду мягким и целебряным теплом также у тебя есть сила их обжечь ключ к тому чтобы наполнить спокойствием идущих за тобой кроется в том чтобы сперва владеть спокойствием собственным такова сила самоосознанности лидера которую мы обсудим в следующей главе но сперва изучим еще один элемент лидерства который часто пренебрегают время заварки после того как вы пролили свою целебную магию на команду следует выждать пока масла и ферменты чайных листьев адаптируются к новой среде станут ароматными и полностью развернуться у лидера с целебным даром огромная сила но с терпением этот лидер будет неудержим это что за тренинги по лидерским качествам причем какие-то и говемный принципе мы тут все что можно было нашли но к сожалению мы не смогли изучить этот арктический лис полностью чтобы на нем кататься похоже не все куски или надо дальше было прийти уже как варик или вот сюда сюда не знаю как пройти эту хрень отодвинуть может тут нужно этот резак вот этот хрень разрезать то есть сюда еще надо будет вернуться тут я ничего а могу или порт да это телепорты оригинальные догадки касательно данных инопланетных структур заключались в предположении что врата могли быть религиозными артефактами или промышленными машинами дальнейшие исследования показали что на самом деле врата является устройствами телепортации на среднее расстояние позволяющим мгновенно перемещение барионной материи про становится времени репортация требует объединение пары первичных и вторичных врат первичные врата управляют направлением и должны снабжаться энергией чтобы материя могла передаваться в обе стороны если первичные врата не работают вторичные становятся бесполезными на данный момент процесса который позволяет работать данные инопланетные технологии до конца непонятно то есть мы сможем активировать телепорты это скорее всего вторичные или первичные хз тут нет никакого никакого отверстия под какой-то ячейки с энергией так что это скорее всего вторичные врата для быстрого перемещения в дальнейшем надо возвращаться то есть мы все что могли на данный момент здесь зовут алия я бы еще конечно на дельту сгонял я думаю это будет поищем так тут я точно никуда не пройду до ну да тут никуда прохода нет так нам бы вернуться сейчас быстренько да я думаю на дельту мы не пойдем а я похож не туда куда зашел да и здесь не был это что такое килограмма какая-то но я как я с ней взаимодействие печет никак не могу какие-то метки я не туда зашел но раз мы здесь почему бы не полутаться до инструмент исследователя размещает путь метками облегчает поиск обратного пути кстати удобная тема вот откуда эти метки понял ну давай тут пройдем это меня тоже куда-нибудь выведет я надеюсь до куда-то вывела вопрос куда а вон там мост да вот это и чей все нормально когда возвращаемся назад по прямой еще проплывем главный медуз тут не потревожить и чтоб они меня не потревожили домой поплыли очень продуктивно сплавали хочется сказать до дельты так не добрались но добрались до до к дельты потом добрались до робототехники этой надо будет на дельту следующий сервис плавать посмотреть быстрее мы сделаем средства для передвижения нормальный как по суше так и по воде под водой тем быстрее мы будем достигать нужных нам точек что логично как бы дам нищете мешочки надо найти будет вот эти то хреновина я вижу вот фиолетовые мешочки я пока их не наблюдал старо заканчивается да 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 надо будет еще батарею перезарядить в этом глайдере уже почти сдохло уже даже напрямую плыть далеко получается не знаю зачем они так далеко запихали этот док а в итоге дает это у нас вообще вон там хотя тут не так и далеко получается да я просто не в ту сторону поплыл но все равно куда-то приплыл и в итоге потом нашел место где дельта находится а я надеюсь вы этого не слышите как у меня сосед начал сверлить прям над ухом я даже сначала не понял что это такое это оказывается сосед привет соседу когда плыли сколько нам до дельты ну когда не довольно далеко где-то метров 700 до от нашей капсулы и мы дома дом милый дом не хочу его братья хочу открыть а тут места нихрена нет ок скинем сюда нам нужны еще контейнера хотя бы один и надо срочно ставить базу где можно ставить полки все остальное личный кто или что зовет на помощь не похоже на человека может быть это остатки технологии архитекторов коллега сэм упоминала что тут есть что-то важное даже если это имитация звука одного из наиболее разумных существ это может быть важной находкой а если это сигнал альтеры он может указать на то что случилось это у нас следующее задание то есть там нужно нам нужно что правильно нам нужно будет как-то на глубину там спуститься я примерно помню где это место было так что я думаю мы его найдем довольно быстро так это пингвин наблюдательный робот будем наблюдать за пингвинами куча всего она открывали прям куча куча я бы конечно вот это сделал мяг снежного сталкера я даже не знаю кто это такой и честно говоря боюсь узнать кто это такой член понятно это все потом жидкость надо будет сделать так что мне нужно 4 титана у меня 3 до мета титан есть не тут титана нет так а может не сразу тогда поставить эту я могу и вообще ставить нет мне уже вроде там нужен какой-то строительный инструмент чтобы все это дело ставить где-то комната вот комната нужен пласталевый слиток x2 да и наверняка нужный инструмент это для ремонта это исследователя лазерный резак вы не открыт я просто не помню как все это строить а что мне нужно чтобы изготовить это новый слиток и 2 лития вот титановые слитки из титана литий у меня пока не открыт короче пока рано думать о базе это губу раскатил но рановато можно закатывать обратно как говорится на пока ставим сундуки тогда их обзывать никак не буду когда страну очень странно вот так вот вот поймать как а почему они не скидываются сюда и и магию что происходит я живу открыл нет переложить а я выбрасывал понятно оставлю две батареи себе лакаты пока сюда скину таблетку термос аптечки кислород бит проклятый на свет тарян народ с ним поделать вообще ничего не могу мы все же будем заканчивать скоро так что вам недолго мучиться от этого товарища то есть цели давайте да я вижу да вижу 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 отметку то брать ты же цели на следующую серию нам нужно доплыть до дельты а наверняка мы найдем инструмент для строительства базы потому что так насколько я помню нельзя возводить блоки эти жилые нужен именно какой-то инструмент потому что даже в рецептах тут нет этих блоков как вы можете наблюдать да хотя может это пингвина строит также нам нужно поставить этот лис арктический для перемещения вообще много чего нужно нужно понять что делать случилось сестрой для этого нам нужно занырнуть на глубину более 200 метров для этого нужен батискап скорее всего который у нас тоже пока нет так что мы плывем на дельту и там посмотрим радио демок причал станции дельта а это были доки да или нет или да а доки почему не отображаются теперь ну ладно на доки наплевать мы принципе можем на посадочную площадку то есть там надо будет туда отправиться инвентарь конечно очень маленький пока расширить его никак не могу но что мы имеем то имеем давайте наверно на этом и сегодня заканчивать всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал с еще не подписаны пишите комментарии пишите советы для чего нужен пингвин тупо чтобы выпускать другим пингвином или для чего по поводу инструмента тоже можете написать для с постройки базы вроде нужен был инструмент если не ошибаюсь в общем пишите с удовольствием все почитаю вся помощь приветствуется только без спойлеров я все читаю на все комментарии стараюсь отвечать и благодарен вам за активность ставьте лайки это помогает привлечь новых любителей роботов на канал и продвигает видео подписывайтесь на контакт urtube там я укладываю все то же самое плюс твич стоит три стримы с ютуба инфа постоянно находится общественной дубе в группе вконтакте в дискорде дискорд залетайте ссылка в описании всех жду на этом все всем еще раз спасибо но самое главное помните и зимой одевайтесь потеплее всем спасибо всем счастливо